А русский фашизм откуда взялся, Виктор Петрович? А он был у нас всегда. В России? Да. Ну а кто же убил царя-освободителя? Причем мне лучше губернатора обязательно его относить. Кокнуть так. Кто это с пистолей за поясом бродил, с кистенем? Я не только это имею в виду, Виктор Петрович. Последний тираж Майнкамп Гитлера в России. 120 тысяч экземпляров. Любопытство. Прежде всего, это было любопытство. А кого-то орвание всякое, значит, жаждущее власть. Я же письма получаю, что мы придем к власти, наведем порядок. А порядок-то что? Ну, Гитлер безработицу в стране ликвидировал. Голод ликвидировал. Воровство ликвидировал, расстрелявшись на месте, несколько воров, так сказать. Вот это вот я перечислил достижения германского фашизма. Развали же страны, это Германия была. Он пришел от фюрера и прибрал ее. Но при этом в каждой русской семье Гитлер кого-то убил. У меня деда убил, у вас убил. У нас свои убийцы родные были, куда с добро. Они столько поистребили своего народа, в отличие от Гитлера. То есть Сталин страшнее, чем Гитлер? Конечно, конечно. Как можно сравнить, Гитлер Петрович, ну, тот фашист, и этот фашист, что Гитлер, что Сталин. Какая разница, кто из них больше убил, если оба фашисты? Там спасло Германию что? У власти был 12 лет фашизм. И Германии только повезло в том, что она имела этого товарища всего 12 лет. А мы 70. И вот наши результаты за 70 лет. Там за 12 лет едва разобрались и на ноги устали умные, трудолюбивые немцы. А мы, значит, и после 70 не можем ни встать, ни наладить, ничего.